Друзья, всем привет! Сейчас нахожусь в Краснодаре, в городском саду. Решила немножечко прогуляться. Погодка у нас не совсем лётная. Холодно достаточно. Пар идёт изо рта. Пасмурно, к сожалению. Вчера был очень сильный туман. Кто не видел, посмотрите обязательно ролик. Здесь у нас в парке можно увидеть белочек. Сейчас они куда-то, конечно, скакали. Смотрите, какая зона здесь для них организована. Такая кормушечка, на которую люди кладут печеньки. Смотрите, здесь поставили у нас такую ёлочку. Она, правда, небольшая, но украшена и дарит новогоднее настроение. А это самое главное. Вот так вот люди работают. Такими штуками лицу у нас сметают. Сейчас добрались до памятника Екатерины. Около законодательного собрания тоже стоит ёлка. Она, конечно же, выше, чем та, которая в городском саду. Ой, посмотрите. Какие-то ребята что-то тренируются с какими-то саблями. Наверное, это казаки. Вот такая ёлочка. Все кафешки, бары, рестораны стараются украшать. Посмотрите, как сделано красиво. К Новому году ёлки, игрушки, но и зелёные растения посажены. Катенька-Катюша называется заведение. Прямо на красной. Посмотрите, здесь тоже такая инсталляция сделана. Красота. Идёшь вот так по зимнему красному году и понимаешь, что да, действительно скоро Новый год. Сейчас находимся вот около администрации края. Здесь какой-то пикет. ЖК Южный в пилотном проекте на постройку. У вас долгострой, да? Да. А где он находится, в каком районе у вас? Репина. Репина. А для городов. Сколько уже у вас? Пять. Пять лет? Пора с леночкой, да. Ничего не решается. У нас дом достраивает. Ага. Застройщик на объекте, но мы в пилотном проекте, но у нас вопрос с землёй. Администрация нам обещала решить этот вопрос, как бы, и вот не движется дело пока. Понятно. Вот добиваемся, чтобы вопрос с землёй был решён к моменту застройки дома. Понятно. Ну, удачи вам. Спасибо. Проблема с долгостроями действительно очень такая наболевшая тема в Краснодаре, потому что строится очень много нового жилья, и часто застройщики недобросовестно выполняют условия, и часто люди вот так вот попадают на большие деньги, хотят переехать в новый город. В итоге оказываются, ну, просто застревают здесь без жилья и вынуждены ждать, когда же достроят их дом.